Доброе утро! В этом году стартовала зимняя сессия. Она продлится до 27 января. Всего сдавать экзамены и зачеты будут свыше 7 тысяч студентов, более 4500 очников, 1300 заочников, а также более 1000 студентов ускоренного заочного отделения и 100 студентов вечерней формы обучения. Пока студенты сдают сессию, в Центре творческой интеллигенции имени Сороки в Антонове в эти дни проходят публичные лекции о святочных традициях в рамках одноименного городского фестиваля. С рассказами о христианском и языческом современной культуре, о святках и Рождестве в литературной традиции выступают ведущие научные консультанты НовГУ. А сегодня лектором будет протоиерей Сергий Золотарев, настоятель храма Федора Стратилата. Он выступит с лекцией о богословских смыслах Рождества. Ее начало в 19 часов. Купюры в 2000 рублей уже введены в свободное обращение в Новгородской области. Специалисты занимались подготовкой банкоматов и кассовых аппаратов в течение последних шести месяцев. Новые банкноты содержат целый комплекс защитных признаков. Так, 200-рублевая купюра пропитана полимером. Это новейшая технология, которая увеличит срок ее службы. А на купюре номиналом 2000 рублей содержится оптический переменный элемент – золотистое кольцо. Новые банкноты не являются сувенирными и приобретать их по цене выше номинальной не стоит, хотя прецеденты уже были. Если в магазинах или общественном транспорте отказываются принимать новые купюры, новгородцам советуют обратиться в управление Роспотребнадзора. Хорошая новость для гаджетозависимых. В новгородском Кремлевском парке заработал бесплатный Wi-Fi. Это один из проектов национальной технологической инициативы, который реализуется в нашем регионе. Парки ВНФРИ с таким названием раздает свои волны бесплатный кремлевский Wi-Fi. Над идеей работали еще с лета, а сейчас в любимом месте для прогулок новгородцы могут поймать сеть почти везде. Точек доступа несколько, и они расположены таким образом, чтобы в наиболее посещаемых местах парка уровень связи был как можно мощнее. Активно его использовали вот здесь, в зоне аттракционов, вокруг здания у нас вторая точка, дальше по аллеям у нас точка использовалась, на сенной парковке тоже очень большой трафик. Основной трафик все-таки был и у елки. Ближе к весне зона Wi-Fi поглотит все участки парка, в том числе и Новгородский пляж. Большим гала-концертом сегодня завершится Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотая ладья». По традиции он проводится именно в нашем городе в начале лета. В этом году фестиваль собрал свыше 500 участников со всей страны. Это часть масштабного проекта поощрения юных талантов. Многие конкурсанты, принимающие участие в фестивале, лауреаты престижных конкурсов. В чем секреты успеха, они уже знают. Надо, чтобы у тебя были руки хорошие, чтобы память была хорошая, потому что не всегда есть возможность посмотреть в ноты, особенно если ты играешь что-нибудь быстро. Я вообще все ноты заучиваю наизусть и обычно на ноты не смотрю, только иногда как вспомогательное. Всего в «Золотой ладье» четыре номинации. Кроме инструменталистов в творческом турнире участвуют хореографы, вокалисты и театралы. Председательствует в жюри народный артист России Бедрос Киркоров. В три часа дня в Новгородском академическом театре драмы состоится церемония торжественного награждения лауреатов и участников фестиваля. На него организаторы приглашают всех желающих. Вход на гала-концерт «Свободный». В наш регион пришли первые с начала года ощутимые морозы. По прогнозам синоптиков, они задержатся как минимум на неделю. Так что к крещению устойчивый лед встанет на большинстве новгородских водоемов. Места для крещенского купания уже официально определены. Ими станут Софийская набережная в районе клуба любителей зимнего плавания «Новгородские моржи» и парк «30 лет октября» рядом со стадионом «Центральный». Как сообщает мэрия, организованное массовое зимнее купание состоится с 22 часов 18 января до 2 часов ночи 19 января. Более подробную информацию о погоде на сегодня вам озвучит Алина Степанова. А у меня на этом все. Я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин